В жизни Мендо действительно история грустная. Такая же история была в некотором смысле схожа в жизни Евгения Дебуа. Далан, который поставил в цель свою жизнь совершенно решение невероятной задачи. После создания дарвиновской теории эволюции, один из коллег Дарвина предсказал существование, теоретически предсказал существование предка человека. И даже дал ему латинское название. Поскольку он считал, что человек происходил от обезьяноподобного предка, то и назвал этого человека обезьяно-человек. Как будет обезьяна? Питокус. Питокус. Как будет питоканкер. Родовое название питоканкер. Но Деппель решил, что такое существующее недостаточно должно было быть развито для того, чтобы иметь речь. Поэтому Деппель предложил следующее название. Питоканкерус. 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 Решенные речи. И поскольку Деппель считал, что ближайшее, кстати, ошибочно считал, более всего похожее на людей, человекообразные обезьяны Юго-Восточной Азии, то есть орангутанны и божьи, то он предположил, что предки человека, вероятно, обитали в Юго-Восточной Азии. Вот, это такой фундаментальный труд был. Евгений Дюба в своем время врачом. Этот полиант, деятель отличный, сравнительно анатомный, у него очень хорошо документирована вся эта работа. Дюба страшно увлекся этой идеей и назначил целью своей жизни, ни много ни мало, как найти останки пятиканкера. На какой русский сказочный сюжет это очень похоже. Пойди туда, не знаю куда, найти то, не знаю что. Где жил тот требок, никто не знает. Как он на самом деле выглядел, никто не знает. И фокус в том, что редчайший случай в науке, когда вот та струнерная задачка была выполнена. Была выполнена в случае совершенно контактического введения, случайно, конечно. Но, исходя из работ Декеля, Дюба решил ехать в Восточную Азию. Сам он был невезумно богатым человеком, денег на самостоятельную экспедицию не было, поэтому он просто становится врачом в голландских колониальных войсках. А в Индонезии в это время крупная голландская колония. И в качестве врача он вместе с войсками направляется в Индонезию. И первоначально их часть корпорирует на большом Индонезийском острове Суматре. И если часть на Суматре, то Дюба копает на Суматре. Он находил там массу всего интересного, кроме трех человек. Остатки древних слоновых, остатки древних каплановых, остатки древних льдейцев. Там палеонтология очень богатая. А после этого его армейскую часть перевели с Суматры на другой остров, на яблок. Ну, яблок, яблок, Суматры, Суматры. Дюба начинает копать на яблок. Опять находят самые разные палеонтологические осадки. И вместе с ними осадки того, кого он искал. А какой он определил? Так, как определил. Дело в том, что две классические накопки. Наушку происходят. Первая – бедренная кость. Бедренная кость, но почти, да по сути дела, не отличающаяся от бедренной кости современного человека. Единственное, у него с этой стороны такой нарост. Но такие наросты и у современных людей бывают. Это признак того, что у этого существа была одна из болезней. Болезненный сустав, отростные изменения. Ну, больной был, дяденька, больной. А так, бедренная кость совершенно такая же, как у современного человека. Но дело в том, что недалеко от этой кости, а лежала крыша черепа. Крыша черепа вполне занятна. Вот если мы нарисуем череп современного человека, примерно вот так, да? А он в раме семейки республиковал? Он врач. Он врач. Очень примерно пропорция черепа современного человека, как рисуется. Рисуйте кружочек на четыре сектора. Вот это вот, вот этот радиус, черепа полный. Вот это что-то, она, затылочная часть мозговой колокольцы. Вот это вот радиус на шесть, черепа полный. Вот лоб. Вот короткий у человека носовой хочется. Вот верхняя черепа. Вот шуловая дуба. Блазница у нас, кстати, очень хрустная и абсолютно, конечно, не в грубой форме. С грубой формы в блазнице на черепа только на тыквах, которые там вырезают на хэллоуин. Там делают даже круг. А это у нас в блазнице сложный. Вообще-то там треугольные, наверное. Нет, скорее уж неправильная характеристика. Вот примерно, примерная пропорция. Сейчас я буду глянуть, сильно ли я ее собрал. Мозговая часть черепа. Вот этот череп ребенка двух-трех лет. У взрослого человека пропорция будет слегка иная, обратите внимание. Вот пропорция взрослого человека. У взрослого, где мозг уменьшается? Не уменьшается. Меньшается. Сильнее вырос какой отдел черепа? Мозговой или челюстной? Да, челюстной. Кто, кстати, понимает, почему у ребенка такой гигантский объем на мозговой части? А не уменьшим мы. Да, мы уменьшим. Да, мы уменьшим. Да, мы уменьшим. Нервы, а нервы, а нервных лет. Ага. Дело в том, что нейроны-то не делятся. А это же значит, с момента рождения, какое количество нервных клеток уже должно быть в главном мозге. Сколько раз, сколько уже хочется. Ага. То есть объем мозговой коробки мы не можем делать меньше определенным. Вот этот отдел потом может сделать. А мозговая коробка должна быть не меньше заднего отдела. Так вот, вот это помните черепи современного человека. Какую крышу черепа находится дебуар? А дебуар находится вот какой крышу черепа. При этом толщина стенки черепа, вот я рисую толщину, да, у современного человека, у существа, которое нашел дебуар. Вот такая душа. Броневик. Броневик. Можешь 7 километров. В результате. Это безмолкный. Что с объемом головного мозга? Вообще маленький. Да, многократно меньше. При этом массивность костей больше, чем у современного человека. У современного человека лоб поднимается от точки пересечения надгробий вверх, а здесь резко скошно назад. У современного человека нет вот этих выступов. Называют их надглазничная валюта. Нет надглазничных. У нас здесь вот сплотные. А здесь были могучие лоб. Вот, собственно, та крыша черепа. Вот по этой линии, она обломалась, которую нашел дебуар. Дебуар предположил, что он сделал на копку остатка, как раз существа предсказанного. Да? Бедренные кости у этого существа уже вполне схожны с костями современного человека, а череп еще обезьянного типа. У обезьян действительно черепа очень похожи. Вот крыша черепа очень похожи. Сделал свою публикацию, и эта публикация буквально взорвала научный мир, разбив его на два противоположных лагеря. Сторонники дебуара и противники дебуара. Противников дебуара возглавил один из известнейших леологов того времени, Рудольф Дирхов. Рудольф Дирхов – это великий леолог, по-настоящему великий. В частности, именно он сформулировал третий постулат на личную закон. Но при этом Рудольф Дирхов абсолютно не признавал теорию революции. Он считал, что даже на полную чушь он писал, и был не просто вялым противником, он был очень активным противником революционных строений. И Рудольф Дирхов, как объясняют вот эту накупку дебуара? Следующим образом, что… Нет, дебуар, правда, копал вот эти накупки, но просто он не понял, что вот эта кость от человека, настоящего человека, но жил такой человек всего 3-4 тысячи лет назад, а вот эта крыша черепа – от древнего ископаемого гиппона. Просто в земле случайно эти две кости оказались рядом. Поэтому они просто принадлежат разным существам. И никакого такого фантастического пятикантропа никогда на свете не было. Вот была позиция Дебуа, позиция Верхова, и некоторое время ученые всего мира подавились. Одни сторонники – Дебуа, другие – Верхова и так далее. В чем похожа судьба Верхова на судьбу Неколя? Не признали. А он к концу своей жизни разумеялся в своем открытии, посчитал, что да, ребята, я действительно ошибся. Действительно, это останки разных существ. Если бы Дебуа прожил буквально еще год 3-4, то он достал бы публикацию данных экспедиции Блейка из совершенно другого района мира, из Китая. Там, Атанбийская экспедиция, проводя раскопки в холме Чоу-Хоу-Гянь, в 40 километрах от Пекина, нашла останки не одного подобного существа, а сначала троих, а потом пятерых подобных существ. Существа, которые нашла экспедиция Блейка, получили название Синантра. Китайский человек, Синант, Чайный, Китайский. Потом был отгонен Атланта в Северной Африке. Потом поняли, что давно уже известная челюсть из Южной Германии, из Гейдер и Берки, принадлежит существам такого же типа. То есть пошло в Сирию на пол. Но плюс Дебуа в этом времени уже поднялся. Так что, в науке так бывает.